Затишье обманчиво. Норильск в ожидании новой волны штормового ветра. Накануне его сила по шкале Бафорта оценивалась в 11 баллов из 12 возможных. Норильчанам по-прежнему рекомендуют не покидать помещение без крайней необходимости и ограничить передвижение на личном автотранспорте. Маргарита Батыченкова продолжит. Сломан один светофор с десяток дорожных знаков. Повреждено множество рекламных конструкций личного транспорта. Накануне Норильск накрыл жестокий шторм. По дворам летали металлические листы, фрагменты кровли и ограждений. Видео из Дудинки лидирует по просмотрам Норильски. Шокирующие кадры из таймыра взбудоражили всю Россию. Ой, мамочки! Ой-ой-ой! По счастливой случайности на улице Щерца обошлось без жертв. Не было их и в Норильске. Но непогода все же добавила работы травматологам. Если общую цифру взять, то у нас где-то ночное дежурство около 20 человек получается, а здесь вот 40 получается. В два раза, да. Это вот как ночное время. Увеличение в два раза было. К утру ветер утих. Люди по-разному отреагировали на непогоду. Очень страшно. Боялась, что у нас окна простые. Думала, разобьет. Вот такие летели с крыши. Не везде же крыши. И вот здесь мы шли. Вон в том магазине шла. И как с крыши упадет, это. Ну, хорошо, что там навес. Я и шла, и мама с колясочкой. Если бы не было навеса, бы у нас все. Это еще игрушки. В 70-х годах еще сильнее было. По этим старым улицам. Вот Богдана, это, крыши срывало. Тогда они страшнее были. Даже вот взрослый человек не мог устоять. Ходили на работу цепями. А вчера могли удержаться. Днем в администрации Норильска прошло совещание, главной темой которого стала оперативная обстановка в городе. Мы целый день вместе со службами ЧАЭС и силами управляющих компаний занимались попытками ликвидации последствий. То есть там, где конструкции угрожали жизни, здоровью граждан, все это пытались демонтировать, где-то убирать, где-то закреплять. Значит, в 19 часов ночи расставился оперативный штаб со всеми руководителями управляющих компаний, нашим автодором, управлением городского хозяйства, где было принято решение вывести в ночь дежурный персонал по всем этим подразделениям. По информации экстренных служб, элементов кровли и фасадов лишились 18 объектов. Среди них школы, спортивные сооружения, жилые дома. Особенно пострадал дворец Порта Арктика. Коммунальные службы перейдены в режим повышенной готовности. Для тех, от кого жизнедеятельность города не зависит, объявлена актировка. С руководителем организации тех форм собственности глава города рекомендует объявить для своих работников 20 марта актированный день. С моей стороны было предложение по возможности работодателям сделать актированный день и выходить на работу. И здесь уже работодатель сам принимает решение оплачивать этот день. Либо предоставить выходной, либо, допустим, выходной потом вывести. Ну, собственно говоря, это на решение уже непосредственно работодателя. На переделах горнодобывающей компании вопросы выхода на работу решали в индивидуальном порядке. Это все было на усмотрение руководителей. То есть те руководители, которые посчитали, что они обойдутся без женщин сегодня, они их актировали и оставили дома. Мы ожидаем худшее, готовимся к худшему, а как оно будет, ну, пока же время. Перед тем, кому пришлось выйти на работу, встал вопрос, куда пристроить ребенка, если в школах и детских садах актировки. Сформировали дежурные группы, практически в каждом садике было. Ну, примерно 10% детей в садике пришло, там из 11 тысяч, чуть меньше тысяч, около 800. Потому что мы понимаем, что родители работают где-то посменно, не могут оставить свою работу и не могут не привезти ребенка. В любом случае, такие дежурные группы будут всегда. Днем родители попросили забрать детей пораньше. Норильск замер в ожидании. Сейчас 12.36, на улице тихо и спокойно, разве что идет снег. Однако, по прогнозам синоптиков, расслабляться не стоит. Это скорее затишье перед бурей. Уже к вечеру ожидается усиление ветра, а завтра снова жесткий шторм. Порыв ветра достигнут 30 метров в секунду. МЧС по-прежнему рекомендует держаться подальше от фасадов зданий из-за возможного обрушения элементов конструкции. Дежурство врачей организовано в травматологическом пункте. Маргарита Батыченкова, Сергей Карпов, Евгений Жуков, Андрей Полебезьев. Вести. Норильск. Устранять последствия разбушевавшегося шторма, скорее всего, будут по статье текущие расходы. Серьезных разрушений, которые потребовали бы капитальных вложений, пока зафиксировано не было. К слову, тема капремонта в Красноярском крае приобрела новое звучание после сельсии Краевого Заксобрания. Депутаты приняли решение. Отныне собственники, отметившие 70-летний юбилей, могут воспользоваться льготой. Люди старше 70-ти будут вносить 50% платы за капремонт. Старше 80-ти получат стопроцентную компенсацию расходов. Управление социальной политики подчеркивает мнение, что пожилые люди могут забыть об этой статье расходов, ошибочное. Люди оплачивают в стопроцентном объеме, то есть то, что начисляет им жилищно-коммунальная жилищная компания. Управление социальной политики на основании сведений, которые предоставляются нам ежемесячно, рассчитываются меры соцподдержки и людям возмещаются либо на почтовое отделение, какой способ они выбрали, либо на лицевые счета в банках. Пятеро подозреваемых, трое из которых находились в федеральном розыске, задержаны в Норильске. Таков итог недавно завершившейся операции розыск. Кроме того, полицейские установили местонахождение девяти граждан, пропавших без вести. Нашли женщину, утратившую связь с родственниками из Псковской области, и мужчину, скрывавшегося от административного надзора в Березовском. В списке пропавших в этом году по-прежнему числятся два рыбака и житель Каиркана. Как часто пропадают люди в, казалось бы, замкнутом пространстве Норильска, и когда можно обращаться с заявлением о пропаже, выясняла Екатерина Луцев. О пропаже 22-летнего Романа Шаламова родственники заявили в середине февраля, через три дня после его исчезновения. Последний раз мужчину в компании коллеги видела камера наружного наблюдения. До дома Роман так и не дошел. Родственники и друзья пропавшего организовали две масштабные операции по поиску. Задача – прошерстить весь Каиркан. Все подвалы, коллекторы, чердаки, то есть те места, где не на поверхности. Где-то он есть и, скорее всего, в районе Каиркан. Каиркан небольшой, его просто нужно поставить с ног на голову и найти его. Но Роман как сквозь землю провалился. Полицейские уверяют – делают все, что могут. Не всю информацию, которую мы добываем в рамках своих проведения оперативно-розыскных мероприятий, мы представляем для заявителей. И я могу сказать, что мы в плотном контакте работаем с операторами сотовой связи именно по данному случаю. Продолжаются и поиски двух рыбаков, которые 28 января выдвинулись на снегоходах в район озера Лама. Сейчас они числятся в списке без вести пропавших. Всего за всю историю города в Норильске и его окрестностях исчезли 45 человек. Искать их полицейские обязаны до тех пор, пока не найдут. И начинать поисковую операцию не спустя три дня после пропажи, как считают некоторые горожане, а сразу же. У нас здесь территория Крайнего Севера. И буквально какое-то промедление в один час может стоить кому-то жизни. Мы начинаем розыск с момента обращения гражданина к нам. Яркий пример. С 17 марта в полицию обратилась встревоженная норильчанка. Ее пожилая мать вышла в соседний магазин и все еще не вернулась. Спустя час 71-летнюю женщину нашли. Но так, к сожалению, происходит не всегда, поэтому поисковой работы хватает. Помимо добропорядочных граждан, полицейские ищут умышленно скрывающихся преступников. С начала года пойманы 12 из 13. Один все еще в розыске. Супружеская пара из Красноярска наказала банк за неоправданную назойливость. Сотрудники отдела по возврату долгов раз за разом требовали от Елены Шведовой оплатить кредит, который взяла ее родственница. На защиту женщины встал супруг. Семейная пара пошла в полицию, но там состава преступления не обнаружили. Обратились в суд. После двух заседаний апелляции семейная пара отсудила у банка 20 тысяч рублей. Эксперты отмечают, Шведовым повезло. Подобных выигранных исков единицы. Как правило, банки не признают, что номера телефонов, с которых поступают угрозы, им принадлежат. Специалисты советуют, если вы стали жертвами назойливых сотрудников банка, постарайтесь выяснить по телефону название компании, номер кредита и личные данные должника. При этом не забудьте включить громкую связь и диктофон, после чего обращайтесь с заявлением в Роскомнадзор и идите в суд. Сегодня исполняется 101 год со дня рождения народного артиста СССР Георгия Жонова. Часть жизни актера связана с Норилагом. Жонов провел в нашем городе свои лучшие годы, но не по своей воле. В конце 40-х он оказался в составе тюремно-ссыльной труппы крепостного театра Норилага. До 1937 года карьера Георгия Жонова шла вверх. Съемки в нескольких нашумевших фильмах «Наследный принц республики», «Чапаев», «Золотые огни». Судьбу круто изменил случай. Знакомство в поезде с гражданином Америки стало поводом для обвинения актеров в шпионаже. Жонов провел в лагерях 17 лет, шесть из них в Норильске. Играл в театре, в самом первом, еще в старом городе. Параллельно создавал фотолетопись Норильска. Это с его легкой руки в Норильске появились первые цветные снимки. Я занимался фотографией, а фотографии дело доходное было. У меня большие деньги были по тем временам. И вот я ходил с этим железным штативом, предупредив милицию, что если кого-нибудь найдете с проломленной головой, так это от меня. Потому что обороняться приходилось. Обороняться. Неспокойный город был. Это тот клондайк был в Норильске. Ну, все это интересно, конечно. Особенно, когда вспоминаешь. Ведь прошлое всегда, оно облекается в такую какую-то грустную, ироническую, что ли. Как бы тяжело не было, а все равно в этом какая-то интонация такая. Реабилитировали Георгия Жонова лишь после смерти Сталина. Актерскую карьеру пришлось начинать практически с нуля. За свою 90-летнюю жизнь он снялся в сотне фильмов. Берегись автомобиля, горячий снег, экипаж. И в знаменитой трилогии про резидента, где, по иронии судьбы, он сыграл роль шпиона, за который, кстати, получил множество премий от тех самых органов, по вине которых и стал своего рода прототипом главного героя популярного фильма. Да, мы убедились, что провокации в отношении нашего посольства были хорошо организованы. В год столетия со дня рождения Георгия Жонова в Норильск приезжали его друзья, а также дочь и внук актера, которые, вспоминая Георгия Степановича, рассказывали норильчанам им одним известный факт из его жизни. Норильчанам тоже было, что показать гостям. В архивах города и самого театра бережно хранятся фотографии и афиши спектаклей, в которых был занят любимый артист. Анатолий Оплеснев, Оксана Завгородняя, Вести Норильск. Первые 11-классники сдают единые госэкзамены. С марта начинается досрочная сдача ЕГЭ. Первым в которой стал тест базового уровня по математике. В нем приняли участие 5,5 тысячи выпускников из 68 регионов. Завтра школьники проверят свои знания по истории информатики. Обязательными для получения тестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. А с 2022 года в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык. Отмечу, для школьников и родителей существуют интернет-ресурсы для проверки знаний к ЕГЭ. Например, на сайте online-defis-eg.ru можно пройти тестирование в режиме реального экзамена с четко прописанным временем и заданиями, которые разработаны специально для экзаменационной кампании 2016 года. На этой неделе весь мир отмечает День поэзии. Поэзия был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году с целью придать новое звучание национальным, региональным и международным поэтическим движениям. Норильск во все времена славился своими местными поэтами. Имя Бориса Филановича, например, знакомо многим, причем не только норильчанам, но и жителям других городов. Оксана Завгорония встретилась с известным стихотворцем. Борис Филанович приехал в Норильск в середине прошлого века, в 1958-м, и полюбил его навсегда и всем сердцем. «Север в долгу не остался», — ответил ему тем же. Дал творческое вдохновение. Ведь, закончив с отличием Томский строительный вуз, Борис Филанович много лет работал на комбинате по специальности «Далекое от искусства», пока однажды в 37 лет к нему неожиданно не пришли первые стихотворные строчки. Правда, посвящены они были совсем не холодным норильским достопримечательностям. Еду, на Толнах еду, заходит дама потрясающей красоты. Мне все отвалило, смотри. Обратно еду, другая заходит, еще более красивая. Случайная женская красота и явилась толчком для написания первого стихотворения, за которым пошли творения, посвященные уже и родной компании, и любимому городу, а еще природе. Во многих стихах поэт воспевает красоту северных пейзажей. И озеро глубокое, голубо-черноокое. Красавица собачья, зазноба, не иначе. Как посмотрит на повал, кто на ламе не бывал, тот и север не видал. Последние полгода Борис Петрович проживает в Толнахском социальном центре, поэтому некоторые рифмы посвящены уже этому учреждению, а также его сотрудникам, которым поэт очень благодарен за заботу и участие. Бориса Филановича можно смело назвать легендой Норильска. О нем писал еще сам Гунар Кродерс. Статья так и называлась «Счастливый человек». Ведь известен Борис Петрович далеко за пределами Норильска. И не только своими стихами. Борис Филанович – композитор. Его произведения исполняют и норильские солисты, и музыканты всероссийского уровня. А ведь мелодии зазвучали в его голове довольно в зрелом возрасте. К счастью, играть на музыкальном инструменте он научился в детстве. При этом до сих пор так и не овладел нотной грамотой. На пианино научился играть у мамы, которая была музыкальным работником в детском саду. К слову о том, что в соццентре есть инструмент, он узнал буквально в день съемок. И согласился прикоснуться к клавишам после долгих уговоров. Как оказалось, Борис Филанович импровизировал. На наших глазах рождалось новое произведение, которое когда-нибудь, возможно, исполнит целый оркестр. Оксана Завгородний, Андрей Полебезьев, Вести Норильск. И о спорте. Завершился ежегодный турнир по водному полу среди школьников. В соревнованиях участвовали четыре команды. Смена, радуга, восход и юность. Каждая дружина заявила по 11 спортсменов. Стоит отметить, что в составе команд выступали дети разного возраста, от 7 до 13 лет. После отборочных игр разыгрывался главный трофей турнира. Его завоевали ватерполисты юности, которые в финале водных состязаний одолели радугу со счетом 15-9. В матче за бронзовые награды удача улыбнулась спортсменам смены. Теперь воспитанники ДЮС США по плаванию и водному полу начнут планомерную подготовку к контрольно-переводным соревнованиям, которые состоятся в следующем месяце. 23 марта в Норильске ожидается облачно, временами снег, метель. Ветер южный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. В горных районах порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от 6 до 8 градусов ниже нулевой отметки.